Всем привет, ребята, с вами Вика. Мы сейчас находимся на корейском рынке Намде Мун. Будем закупаться Лере вещами на осень. Надеюсь, что мы найдем то, что нам нужно. Я, правда, не знаю, что именно, потому что Лера сама составляла список. И она знает, что ей надо, да, Лев? А что нам надо? Такие-нибудь кофточки с длинными рукавами. Две штуки. Много не будем закупаться, потому что Лера быстро растет, у нее быстро меняются вкусы, поэтому посмотрим то, что понравится и то, что нужно будет для предстоящих холодов. Хотя здесь осень теплая, до октября будет тепло, а вот в ноябре уже будет прохладно. Так что пойдем. Мы прямо только что приехали. Ой, в лодках. Да, да, да. Да мы же здесь, по-моему, не брали. А, нет, это в соседнем магазине. В другом, да. Первый лод у нас есть, что-то там в пакетике две вещи взянем. Теперь нужно, я думаю, еще один свитшот и пару штанишек с длинными штанишками. Ну, то есть длинные штаны. Ну, что это? Это носочки для совсем маленьких новорожденных. Для собачек. Нет, это не собачек. Для собачек. Что здесь для собачек будет делать? Это детский отдел. Что говоришь, ты не знаешь, что на маленьких детей такие красивые наряды делают? Да. Да, ты тут хотела. На маленьких детях много всего есть. Красивые прикольные вещей. Ага. Только рожаи. Мы еще взяли. Для много денег. Да, да, да. Мы еще взяли джинсы. Ну, джинсы. Сейчас, вот, Лера надела, кстати, прихожих. Вот, вот, пуски продаются детские. На мальчиках, на девочках. Вот здесь мы как-то тебе взяли кардиган. Когда большое взяли, ты его, сколько-нибудь, 4 года, наверное, сила. Поэтому сейчас стараемся брать размер в размер. Ну, можно быть, чуть-чуть больше. Чтобы как оверсайз смотрелся, но при этом не было какого. Что-то чересчур большое прям. Так, Лера теперь, как вы видите, в домах все выбирает. Подбирает себе образы. Если ей что-то малейшее не нравится, то все, она уже не хочет покупать. На маленьких детей будешь выбором. Причем на подросших уже. Так что скоро будешь с мамой уже закупаться в магазинах. Я бы взрослый, да? А я, блин, что-то так кушать захотела. Сейчас вот быстро пройдемся еще в этом магазине. Потом уже пойдем, что-нибудь покушаем. А то пока мы сюда доехали, мы уже в пробку попали. Ну и часа полтора, мы уже даже больше ехали там. Потом еще пока туалет нашли, короче. Уже ушло. Представляете, какой кардиганчик. Под гучей, да, сделала? Размер такой маленький. Это, наверное, года на два. Я уже даже не помню размер на сетку детскую. Вот когда дети вырастают, уже забываешь, какие размеры до этого носила. Но помнишь, что носила маленькая. А, да? Да, мы там были. Это уже другой ход. Вот косуха. Сколько она стоит? 11 тысяч. Да ладно. 11 тысяча, что это? Обычно косуха дорогая. А, она какая-то, видишь, она не такая качественная. Она легкая, да. Там сезон поносить и выбросить. Ну, да. Ну, в принципе, для детей так и надо, да? Сезон поносили, они же растут. Быстро растут. Надо примерить, если тебе нормально, то посмотрите. Вот еще такие есть. Вот, смотри, видишь, как красотов много. Видишь, какие полосатые тоже красивые. Но, не знаю, Лер, тебе нравится такой полосатый, смотришь? Вот такой вот. Не нравится? Нет. Нет? Нет? Я желала, чтобы люди прошли. Вот так и цел. Проходы узкие просто. Ну, как? Как, рассказывай. Такая радужная. Не совсем осенняя, больше летняя, мне кажется. Нравится? Не, не нравится. Не нравится? Многие прилавки, видите, уже закрылись. Здесь рынки рано закрываются. Это не Узбекистан, где вечерний базар, есть такое понятие, да, там. А здесь такого нет. Рано закрывается. После двух... Сейчас еще поздно, они вот сидят, удивлена. Видимо, из-за того, что немножко ослабили ограничения, поэтому, наверное... Так раньше, после двух уже все, оставалось, ну, несколько, может, за продавцов и все. Мы с Лерой такие довольны, потому что сейчас купили еще две вещи. То есть это сет получился, хотя это сами по себе, они по отдельности вещи идут, но мы собрали так, как будто это сет. И вещи такие модные, как раз в Лерином вкусе, поэтому у Леры настроение прям ап-ап-ап, ап-ап-ап поднялось, да? Да, у меня были штаны, как у Айдол. Да, в стиле Айдол. Маску у нас до сих пор надо носить, поэтому погнали дальше. Еще надо аксессуары взять для волос. Возьмем? Да, я спорила, как собака тебя подбежала. Да. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот эти вот виних, полярошки такие, миленькие. А вот эти вот костюмчики. Ну, прелесть, прелесть. Мама, это же из Лабдай. Какая? А, вон там, из Лабдай? Второй надевала. Мини Айдол, да? Я сейчас подошла, узнала насчет вот этих костюмов, которые Лера говорит, что как у Айдол, которые я только что показала. И продавец говорит, что на Леру таких размеров сейчас нет. Нужно заказывать, и только на следующей неделе приедут, то есть будут шить специально под Леру. Ну, вещи дорогие, конечно. То есть там один костюм выйдет минимум 100 баксов. Это причем будут просто шорты, вот там жилетка и рубашка. Хотя, если так взять, то мы вот сейчас взяли несколько вещей, каждая из которых там по 20-300 долларов стоила. Так что, в принципе, не так уж и дорого оказывается. Какой? Какой? Да. Красота. Красота. Да, да. Вдругой, давай. Ага. Что, не нравится на такой стиль? Да. Как раз на осень. Круто, смотрю. Нет, это чуть-чуть орсай. Найдетка, 아침, ночью, ночью. Найдетка, зимой. Замбор, дампаль. Замбор, где-то там. Найдетка, замбор. Замбор, где-то там. Нет, нет, нет. Замбор. Платья такие прикольные в стиле хамбока. Но под современные. Там еще с чепчиками. Это что, для совсем маленьких? На годик, наверное? Побольше, наверное. Побольше, на два годика. На два-три. Ну, на годик же надевать фанбок. Хотя нет, на праздничный не похож он. Вот еще такой стиль мер. Как тебе? Уличный такой. Капец, мама, они для детей такую делали. Я не знаю, как детику. Вот и дети вот такую сходить, какая делаешь? Ну да. Какая ты барахольщица, Неп? Ты, по-моему, в Бухари покупала себе браслет, да? Тебе Вероня купила? Тебе в Бухари покупала. А ты тоже что-то делала? Мне ничего не покупали. А, лошадку взяла, да? Да. На берегище взяла. После Узбекистана так тяжело привыкнуть к этой корейской погоде. Утром вроде солнце было, а сейчас уже под вечером хмуро, тучи. И ночью будет дождь. Завтра весь день будет идти, послезавтра весь день будет идти. Короче, тяжело привыкнуть. Там-то каждый день солнце было. И оно такое яркое. А здесь небо такое давящее. Мы сейчас будем ужинать, ну или обедать. Вообще мы не обедали, так что это будет у нас и обед и ужин. И заехали мы по дороге в одно кафе такое колоритное. На самом рынке там невкусно готовят. Хоть есть там еда много разной. И национальная, и фастфуд даже есть. Там уличная еда. Но вот захотелось что-то другого. Потому что сколько раз выняли на нам Демуне, там не очень вкусная еда. Сейчас я вам покажу, как нам тут принесли закуски вот в таких горшочках. Сейчас мы будем сами доставать оттуда щелцами вот так вот. И нарезать ножницами. Нам специально принесли для этого посуду. Тут немного шумно. И хорошо я взяла с собой микрофон, так что я думаю звук будет нормальный. Вот так вот режем. Это редька. Это кисть для капусты. Уже вот сюда пойдет. Ну и тут зелень, лук. Приносят нам уже наши супчики. Такие миски прикольные. Железные что ли они? Или алюминиевые? Так, и в поле тоже такой же супчик. Называется Солон Тан. Правильно. И сейчас еще принесут другой блинчик. Ага, вот так вот он кладет. Зелень сюда добавляет. О, как шутка. О, весело, да? И еще нам принесли блинчик такой с мясом и кимчи. Называется по-корейски. Хлоги кимчи пинде ток. Стоит он 11 тысяч рублей. Все, приятного аппетита. Поедим и умрем. Вкусно поели. И на выходе взяли кофе три в одном. А тут рядом с кафе есть такой небольшой дворик. И я говорю как будто как у себя дома. Тут вот казан такой. Они здесь супик варят окажутся. Поэтому он такой вкусный наварится. Взяли драконий фок. Три штуки. Мы приехали домой и Лера сразу решила примерить все свои новые вещи. И раз уж она примеряется, то давайте я вам сниму примерку и покажу, что мы взяли. Улов сегодня был удачный. Как и в прошлый раз, когда летние вещи покупали. Итак, это укороченный свитшот и штанишки спортивные на вот такой резинке. Как будто это трусы. Сейчас мода такая же, чтобы резинка от трусов выглядывала. И вот такой сет у нас получился. То есть мы просто подобрали. Причем это была Лерина идея. Вторая вещь также на осень свитшот оверсайз. И он тоже черного цвета. Я не знаю, Лере что-то в последнее время нравится черный цвет, да? Угу. Почему? Не знаю. А вот это уже продавали сетом. То есть это свитшот и штанишки спортивные. Спортивный костюм такой получился. Почему-то размер вроде такой же, как и на прошлых вещах. То есть одиннадцатый размер. Это вот штаны. Но они длиннее, чем те черные. Лера говорит, говорила уже, что длинные. Я говорю, ничего страшного, значит еще весной поносишь. Весной уже будет жарко. В смысле? Ты знаешь, что весна она тоже холодная. Март, апрель весь. Ты что? Фишка этого костюма это свитшот. Он как сделан? Сейчас покажу. То есть внутри есть майка идет. Вот такая. Да. И сверху свитшот. Ну это такая обманка. Он двойной получается. Когда будет прохладно, будет нормально. Сейчас жарко пока что еще носить. Тем более сейчас мы пришли домой. Дома что-то так жарко. Надо включить кондиционер. Я просто не стала включать, потому что я снимаю, будет шуметь. Это будет отвлекать и надоедать. И остались две вещи. Лера уже их не будет примерять. Покажу вот так. Это кардиган. Он объемный. Видите, рукава тут такие большие такие. Ну на Лере смотрится классно. Продавщица хотела, чтобы мы взяли 11 размер, а я настояла на 13. Это та же самая, что и в прошлый раз мы покупали. Почему-то она постоянно хочет на размер поменьше продать. Ну видимо, чтобы маленький стал, и мы снова пришли за вещами. Другого объяснения я не нахожу. Потому что видно, что маленький 11 был у Лере. И вот последняя вещь. Это свитер тоже такой. Ну не свитер, а свитшот. Он такой здесь как будто бы жилеткой. На самом деле это просто такой принт. Ну качество у него хорошее. Вот эти две вещи, они были самые дорогие. То есть по 30 долларов. Но зато качественные все вещи сделаны в Корее. Не от того цена такая. Ну и вообще на детские вещи всегда ценные. Выше чем на взрослые. У Коли появилась супер идея. Он решил устроить нам киносеанс. Кинотеатр на крыше. И тут вот повесил нам полотно на шоу. Причем мы кстати тут заварили рамёны. Вот. И будем сейчас поедать. Хотя мы ели, но прошло уже часа три наверно. с последнего приема пищи. И хорошо, что на улице у нас тут прохладно так. Вечерок вечерний дует. А вот кстати на Лере как смотрится этот свитер. Прикольно, да? Чё, Лена Катар купили? Да, Лена Катар купили. Надо будет это помыть матой. Чё-то там песка так много видимо от моря до сих пор осталось. А его потом тяжело вывезти. Он по всему дому потом везде будет. На постели, на полу, на посуде блин. И даже в жопе. В честь Чусока Коле на работе подарили вот такие подарочные наборы с консервами. Вот это вот консервы. Это масло. Канола. Это что за масло было? Для картошки. В общем вот такие вот консервы. Причем они сами по себе не дешевые. 30-40 долларов стоит набор. Но мы их не едим и чаще всего просто раздаем. Надеюсь вам понравился вот такой шоппинг на корейском рынке. И также напишите в комментариях какая из вещей вам понравилась больше. всего. А на этом я буду видео заканчивать. И если оно вам понравилось, поддержите мне лайком. Подписывайтесь на меня в остальных соц и текстах. Все ссылки в описании. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.